Ребята, всем привет! Мы продолжаем играть в Beholder 3. У нас есть задание. Запретная любовь избавиться от Фредерики. Но я, честно говоря, не хочу выполнять это задание. Я не уверена, не знаю, можно ли его проигнорить. Но, по крайней мере, на нем нет времени, за которое нам нужно это сделать. Поэтому, может быть, мы сможем им пренебречь. А еще у нас есть задание встретиться с начальницей. Нам выдали билет на метро. И мы теперь можем ездить в министерство. Собственно, туда мы сейчас и направимся. Мы вызвали поезд. Так, это кто? Здравствуйте, у меня тут назначена встреча. Вы не видели, здесь кто-нибудь ждал? Шварц, вы опоздали. Вот как, получается, я с вами должен был встретиться? Получен достижение медведицы. Удивлены? Да, я рассчитывал увидеть кого-то повыше должностью. Я не для того прорывалась через армию мудозвонов, чтобы выслушивать насмешки от таких, как вы, Шварц. Я... Не мямлите! С Булхаузером вы доказали свою полезность, Шварц, как я и надеялась. Как вы и надеялись? Так это вы отправили меня в этот дом? Из-за Вальтера? А вы умнее, чем кажетесь, Шварц. О, благодарю. Знаете, когда я учился в школе, мама часто говорила, Фрэнк, ты... Вас опять несет. Мюллер меня предупреждал. Ой, Мюллер. Я... Простите, пожалуйста. Ваш приятель Вальтер Булхаузер, основная причина, по которой я отправилась сюда, именно вас. Бедняга Булка. Интересно, как он там сейчас? Этот человек враг государства и угроза порядку. Он устранен и больше не сможет нам навредить, это главное. До сих пор поверить не могу. Булка был таким безобидным. Безобидные хуже всего. Они наносят удар, когда этого меньше всего ждешь. Неужели? Наши враги повсюду. Друг, родственник, коллега. Любой может оказаться врагом системы. Запомните это. Хорошо. И поэтому вы нужны нам, Шварц. Я нужен вам? Зачем? Вы должны работать на нас, находить врагов порядка и сообщать мне о них. Так, у меня запись идет и идет. Значит, теперь я буду работать на министерство официально? Даже лучше, Шварц. Что может быть лучше работы на министерстве? Работа в министерстве. Вы получите место в штате. Правда, официально будете лишь клерком, а не агентом. Клерком? Это же работа мечты. Где будет мой кабинет? Когда я могу приступить? Ваш кабинет на первом этаже. Если будете нам полезны, возможно, скоро переедете повыше. Я должен сказать жене. Я больше не буду уборщиком. Не так быстро. Должность управляющего придется сохранить для прикрытия. Что? Но в таком случае у меня будет сразу две работы. Это как вообще успевать? А кому сейчас легко, Шварц? Ну ничего, я справлюсь без проблем. Подойдите потом к сторожу, он вас впустит. И еще, Шварц. Да? Вам ясно ваше положение? Мое положение? Вы работаете на меня, Шварц. У меня есть признание с вашей подписью. Помните об этом? Я... Я понимаю. А теперь отправляйтесь к сторожу и прямиком в свой кабинет. Мы с вами свяжемся, Шварц. Получено достижение. Добро пожаловать в министерство. Так. А куда идти? Каменностенские протесты. 23 часа поговорить с Сабиной, кстати. Сторож. Алло. Ло-ло-ло-ба. Эй, вы там. Кто, я? Да, вы. Альтман сказал искать мужчину с уродливым галстуком. Ваш просто невероятно. Ой, мне вообще-то нравится мой галстук. А, ладно, речь не о ваших вкусах в одежде. Теперь вы сотрудник министерства. И как у всех прочих сотрудников, кроме меня, у вас будет свой кабинет. Затклая коморка, в которой вы будете влачить свое жалкое существование. О, как здорово. Можно и так сказать. Вы будете на первом этаже, рядом с кабинетом Сюзанны Байнерц. Не проскочите, а то угодите в архив. Получается, вторая дверь на этом этаже? Верно. Найдете без труда. Я слышу, у вас в кабинете уже звонит телефон. Прежде чем вы мчитесь по делам, мне нужно дать вам краткий инструктаж. Но вы же сказали, что там телефон звонит. А я тут весь день под дождем мок. Ну и что дальше? Я не могу отправить на работу в министерство бестолкового балбеса без знания важных процессов. Ай, я слушаю. На каждом этаже министерства стоят сканеры. Зарегистрированные сотрудники должны однократно отмечаться в системе на своем этаже. Тогда вы сможете без проблем пройти на свой этаж и следующий. Как сотрудника дела один, вы получите доступ на первый, второй этаж. Но не на третий, четвертый и пятый. Жаль. Такова жизнь. Вам в ходе вашей карьеры могут потребоваться инструменты. Тогда обращайтесь ко мне. Я выдаю доблестным служителям Величайшего Союза важные инструменты в борьбе за благое дело великого вождя. Понятно. И сколько это стоит? Что за вопрос, конечно. Думаешь, я могу просто дать тебе эти инструменты? Как бы не так, приятель. Если вам понадобятся камеры отмычки или инструменты, вы по адресу. Но только не думайте, что у работника уровня один будет доступ ко всем предметам. Что ж. Потому что у вас его нет. Ясно, спасибо за инструктаж. Тогда отправляйтесь в свой чул... Кабинет. И поспешите, телефон уже разрывается. Спасибо. Давай спросим, что у него есть. Министерство. Это отдел ЛВ 426 Министерства внутренней безопасности. Здесь работают сотрудники министерства, а теперь и вы. Министерство разделено на несколько уровней, которые будут доступны Фрэнку только по мере карьерного роста и повышения ранга. Короче, они взяли и Beholder 1 соединились с Beholder 2, и получился Beholder 3, где есть и дом, и министерство. Хитро-хитро. На каждом уровне работают разные коллеги. На верхнем этаже находится кабинет руководителя министерства. Так, он продает инструменты. Камеру по 150. А сколько продает этот самый? Скрепочка. Стандартное оборудование для каждого работника. А, это отмычка. А зачем мне отмычка? По-моему, там камеры по 250 продавал тот чувак, нет? Я куплю одну, и куплю одну отмычку, не знаю зачем. Электронная отмычка. Нифига себе. Так, побежали. Ага. Зачекиниться надо было. Алло. Алло, Фрэнк Шварц у аппарата, кто говорит? Добро пожаловать в министерство, Шварц. О, господин Мюллер, быстро вы... И тебе советую бы быстрее устроиться, впереди много дел. Ясно, то есть, что мне нужно делать? Не высовываться, Шварц. Не привлекай к себе внимания, делай, что просят, какие бы глупости не продвигали эти реформаторы. Но не забывай, кому ты обязан этой должностью. Ты наш человек, без нас ты ничто. Без нас ты сейчас был бы ничем не лучше мертвеца. Я понимаю, господин Мюллер, я приложу все усилия. Да помолчи же ты и послушай. Я хочу, чтобы ты общался с сотрудниками. Хочу, чтобы все думали, что ты еще зеленый, еще не сориентировавшийся работник. Поэтому с сегодняшнего дня ты отвечаешь за разнос почты по отделам. Забрал, раздал, ничего сложного. И в первую очередь ты прямо сейчас отправишься за моей почтой. Сторож должен был получить чрезвычайно важный для меня документ. Отнеси его госпожа Фелс или госпожа Зибальт из второго, они знают, что дальше делать. И еще кое-что. Если встретишь меня в коридоре ни при каких обстоятельствах, не заговаривай со мной. В случае крайней необходимости можешь связаться со мной по телефону. Хорошо, сейчас же займусь. Ну, просто герой труда. Так, забрать документы у сторожа. А что у меня тут еще есть? Может, тут поковыряться и к нему достать такую? Ничего нет. Угу, хорошо. Так, господин сторож. Здравствуйте, господин Шварц. Господин Мюллер ожидает важный документ. Вы ничего не получали? Важный документ, говорите? И что, думаете, я вот так просто его выдам? Ну, господин Мюллер по телефону так и сказал. Господин Шварц, в правилах четко сказано. Почта вручается лично адресату. Никаких исключений. Но это очень срочно. И вообще, как мне заниматься почтой, если вы отказываетесь ее отдавать? А, так вы новый посыльный. Господин Мюллер лично получил мне разнести почту по отделам. Уверен, у вас есть письменное подтверждение, да? Нет. Тогда, боюсь, ничем не могу помочь. Правило есть правило. Господину Мюллеру, ох, как мне понравится, что вы вынуждаете его ждать. Он, как вам известно, весьма нетерпеливый человек. А Фрэнк, да, начал уже немножко понимать, как тут все работает? Правило министерства это правило великого вождя. Они распространяются на господина Мюллера, пусть зыркает сколько хочет. Без соответствующей квитанции на получение я вам ничего не могу, я вам ничем не могу помочь. Мюллеру это должно быть известно, стоит попросить у него эту квитанцию. Удачи. Сейчас позвоню Мюллеру, он скажет, типа, «Сторож твой охренел?» Да. Господин Мюллер, это Шварц, у меня возникла проблема с почтовой службой. «Сторож отказывается давать мне ваш документ без квитанции на получение, что делать?» И это, по-твоему, ситуация крайней необходимости? Господи, да когда ты уже начнешь думать головой? «Естественно, нужна квитанция, а ты как думал? Это же министерство, тут все работает по протоколу!» А где мне взять эту квитанцию? Скажи, господи Байнерт, она тебе выпишет. Ее кабинет рядом с твоим, в первом отделе. Спасибо за помощь, тогда я сейчас же... Тук-тук. Или она в 103-м? Так, это Шрёдер. Шрёдер. Шрэдер. Давай сломай. Тихо. Тихо, пошуршень. Сорное ведро, ничего нет. Блин, там кто-то идет! Там кто-то идет! Или нет? Кошачий корм. Не, ну кошачий корм я воровать не буду. Детское фото Сюзанны Байнерт и ее брата. А где сама Сюзанна-то? Часы с кошками. Где ты была, блин? Ой, простите, мне сейчас нужно немного побыть в тишине. Не, зайдите ко мне в кабинет. Хорошо. А я там взломала ваш офис. Потратила, между прочим, 25 баксов. Разрешите представиться, я Шварц, Фрэнк Шварц. У меня тут теперь тоже свой кабинет. Ни за что! Пустует? Почему? Все обычно метят повыше. Шо, странный диалог. А вам не хочется? Не, мне тут нравится. Тут тихо. Кстати, я Сюзанна, Сюзанна Байнер. Приятно познакомиться, госпожа Байнер. Господин Мюллер сказал, что вы можете выдать мне квитанцию на получение почты для сторожа. Ах, да, начало работы в министерство всем тяжело отдается. Дайте угадаю, никто не предупредил вас, что нужна квитанция, так? К сожалению, никто. Каждый раз одни те же злые шутки, но не волнуйтесь, сейчас все будет. Так, где тут у меня были бланки? Ну вот, еще остались незаполненные. Я оформлю для вас квитанцию. Зайдите за ней часа через два. Через два часа? Но господину Мюллеру срочно нужен его документ. Нельзя ли как-нибудь ускорить процесс? К сожалению, нет, господин Шварц. Выставляйте заявку и обрабатываю в порядке очереди. Бумаги сами себя не подпишут. Ясно, понятно. Так, а что я могу? Я же могу написать на нее этот самый, да? Кляузу. Досье. Так. Госслужащие. Сюзанна Байнат. Часы с кошками. Подожди. Я могу ее... Я что, хотела ее убить только что? Сюзанна Байнат. Вот. Все. За 150 баксов. Такое ощущение, что... Я хотела отдать приказ ее ликвидации случайно. Извините, Сюзанна. Рука соскользнула. Добрый день, господин Шварц, я могу помочь. Китанца готова? Да, конечно. Вот, держите. О, и что, мне не нужно сначала что-нибудь сделать или заплатить вам? Вы мне ее просто отдадите? Ну, разумеется, коллеги по отделу должны помогать друг другу. Вы правы. Спасибо, госпожа Байнат. Так. Пойдем предъявим. На. Здравствуйте, господин Шварц. Эй, вы, мне срочно нужен документ для господина Мюллера. Не сомневаюсь, а мне нужна квитанция на получение. Вот, ваша чертова квитанция. Теперь вы, наконец, отдадите мне почту. Не спешите. Сначала мне нужно внимательно проверить квитанцию. Итак, пройдем по списку. Подпись госпожи Байнат, неразборчивая какая, едва узнал. Послушайте, я... Если будете меня дергать, это займет еще больше времени. На чем я остановился? Ах да, каракули. Поймите, это не моя прихоть. Если вы подделали подпись, это аукнется не мне, госпожа Байнат. Вот ваша почта. И не забудьте квитанцию. А зачем она мне теперь? Вы же не думали, что на этом дело сделано. Почта приходит каждый день, ее нужно разносить. А вам, похоже, улыбнулась фортуна, теперь это радостная работа ваша. Как говорится, хороший работник должен быть на шаг впереди своих задач. Ясно, но тогда... Так, передать документы Шанталь Зибальд или Сибили Фэлс. Мы едем, по-моему, на второй этаж. Интересный лифт. Опачки, здесь у нас буфет. Симпатично. Так, подожди, Шанталь. Здравствуйте, позвольте представиться, меня зовут Фрэнк Шварц, меня недавно приняли в отдел один. Добрый день, приятно познакомиться. Меня зовут Шанталь Зибальд. Дайте знать, если вам нужна будет помощь. Спасибо, вы очень добры. У меня документ для Эдста Мюллера, я могу оставить его вам? Да, я принимаю документы для Мюллера, давайте. Вот, держите. Почему вы так задержались? Лучше мне и не начинать, поверьте. Ах, да, я прекрасно знаю эти процессы, спасибо, что занесли документ. Спасибо. Как ваше здоровье? Спасибо, господин Шварц, хорошо. Просто немного замоталась, только документов надо просмотреть. Жаль, я не могу работать 10 раз быстрее. Понимаю, чем быстрее вы закончите, тем быстрее сможете приступить к другим делам. Обработать еще больше файлов, уменьшить эту гору, да-да. Так что не удивляйтесь, если увидите меня в кабинете поздно вечером, не люблю уходить, не закончив дела. Хорошо. Надеюсь, у вас как-нибудь найдется минутка выпить со мной кофе на кухне. Можно спросить о качествах кофейных зерен? Ну, каждый из нас душу продаст за чашечку кофе, согласны? А, спорить, не спросить, спорить. Так, душу продать за кофе, да, это такое себе. Буфетчица, давайте спросим, что продается. Яблоко и неприметный торт. Очень вкусный, но слабительный торт. Так, здесь люди какие-то ходят, смотри-ка. Так, поговорить с Сабиной. Поехали, у нас 11 часов осталось. Мне звонят? Алло? Шварц у аппарата. Это Мюллер. Господин Мюллер, что такое? Шварц, насколько можно? Ты управляешь жилым домом, а не складом. Вы насчет пустующих квартир? Я как раз собирался начать искать. Бла-бла-бла, Шварц, меньше слов, больше дела. Аренда сама себя не заплатит. Да, господин Мюллер, спасибо, господин Мюллер. И еще, Шварц. Да? Второй раз я звонить не стану, я просто решу эту проблему. Тебе ясно? Кристально. Все, поехали домой. Так, вызываем поезд. Так, квартиру. Квартиру давайте отремонтируем. Франц Ханау, мужчина лет 40, журналист срочно... Да, пожалуйста. И сюда Герхард Гюнцель, мужчина. Отлично. Так, давайте поговорим сразу. Добрый день, вы тут управляющий? Здравствуйте, да, я, меня зовут Шварц. Франц Ханау, приятно познакомиться, я вас искал. Вы искали управляющего? У вас в квартире что-то сломалось? Нет, дело не в этом, я журналист. Хотел бы задать вам пару простых вопросов. В этом доме до недавнего времени проживал Вальтер Булхаузер, верно? Господин Булхаузер проживал здесь до ареста. А вы с какой целью интересуетесь? По некоторым признакам улики, по которым его осудили, были сфальсифицированы. Честный журналист в антиутопии, что? Вы, случайно, ничего об этом не слышали? У меня столько дел, что следить за жизнью соседей нет времени. Совсем ничего? Досадно. Если вдруг что-нибудь вспомните, любую мелочь дадите знать? Вряд ли что-нибудь всплывает, но если что, я вам расскажу. До свидания. Добрый день, вы должны быть господин Гюнцей. Да и? Ничего, я просто хотел представиться, я Шварц, управляющий этого дома. Если вам или вашей семье что-нибудь понадобится, дайте знать. Нам ничего не нужно. Вы выглядите хмуро, я вас обидел. Что, рожа не вышел? Что? Нет, я просто заметил, что вы немного недовольны. Мне бы это. Слюнтяй, я просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Вечно кто-то под ногами крутится, то дети, то жена, теперь еще и вы. Мне надо всего ничего, посидеть вечером перед телеком, расслабиться. Но даже этого мне сделать не дают. И это после всех подвигов, которые совершил как офицер пограничного контроля Величайшего Союза. Вы работали пограничником? Да, поток контрабанда огромный, я арестовал множество преступников. О, должно быть, повидали много запрещенных предметов. От виски из Федерации Штатов до сигары безумных кси. Безумных паспортов? Был один чудик на границе, решил попытать счастье с паспортом двухметровой длины. Я преданно служил нашей великой нации, а теперь только остается, что перед телеком сидеть. Очень жаль это слышать. Ага, так я и поверил. Так, у него еще жена, подожди. Здравствуйте, госпожа Гюнцель. Добрый день, господин, как вас зовут? Шварц, я управляющий, живу в этом доме. Если будут какие-нибудь вопросы по квартире или коммунальным услугам, обращайтесь. Как мило, спасибо большое, но у нас все хорошо. Если вам все что-нибудь понадобится, дайте знать. Что-то загрустили, госпожа Гюнцель? Да ничего, у меня, ну то есть у нас все в порядке. Просто дел много, господин Шварц. Убирать, готовить на всю семью и так далее. Тяжелый труд домохозяйки и матери. Этот труд вас угнетает? Да, нет. О, я не хочу об этом говорить, простите, простите. Извините за излишнюю прямоту. Так, нам, кстати, нужно же еще... Там платить по счетам, чинить... Где жена наша? Жена, о, нашлась. А то у нас время заканчивается. Ты поговорил с Ким? Она собирается на демонстрацию. Моя дочь, на демонстрацию! А что это за демонстрация? Да какая разница, дочь пионервожата не может участвовать в протестах. Коллеги меня сожрут. Пожалуйста, поговори с Ким, может хоть тебя она послушает. Я попробую, Сабина, но тогда лучше мне все же знать, о какой демонстрации речь. Я видела листовку, там написано каменностенские протесты, что бы это ни значило. Я разберусь, дорогая. Спасибо, Фрэнк, ты просто душка. Так, мы пойдем спросим. Что такое? Мать просила обсудить с тобой одну проблему. Что за музыка тревожная пошла? Что у нее не так на этот раз? Ты хочешь пойти на демонстрацию? Конечно хочу, Дэдди. И пока ты не начал, я не дам себя разубедить. Что, мать боится, что подумают соседи душнилы? Ким, твою маму волнует не только мнение соседей, но и мнение коллег. Ты же знаешь, как для ее работы вожатой важна репутация. Может, все-таки обойдешься без демонстрации? И что это вообще за каменностенские протесты такие? Дэдди, я точно пойду. Это демонстрация из-за права геев. И лесбиянок тоже, естественно. Мы протестуем против сраности Татьяны в конформизме. Оу. Ким, я рад, что у тебя такая активная социальная позиция. И я знаю, что тебе нравится эта файнбайн. Но если ты пойдешь на такую демонстрацию... Я буду очень за тебя переживать. И потом, не стоит забывать и о маминой репутации. В некоторых случаях приходится провести черту. Так, счет за электричество. Отчет приехал, смотри, полицейский. Куда полицейский пошел? Он арестовывает эту? Фигуристку? А за что? Ну, точнее, я понимаю, за что. А почему у меня оказалось провалено задание? Я что-то не поняла. Типа, можно было убедить Ким... Не понимаю. Гнилые остатки еды. Давай заберем. Может, это можно продать. Привет. Ты Тина Гюнцель из квартиры 2, да? Да, откуда вы знаете? Это моя работа. Я господин Шварц, управляющий домом. Я тут слежу за порядком. Если что-то не так, надо сразу рассказывать мне. Поняла. Но вы же имеете в виду что-то не так с квартирой, да? В первую очередь, да. Но не только. Мне важно знать все. Особенно, чем занимаются... То есть, как дела у моих жильцов. Спасибо, буду знать. Так что, если увидишь что-нибудь подозрительное и непонятное... Сначала говори мне, я смогу помочь. Это хорошо. Пока, Тина. Хорошего дня. А, господин Шварц. Что, Тина? А, не, ничего. Как знаешь. Но помни, ты можешь прийти ко мне с любой проблемой. Здорово. До свидания, господин Шварц. Пока, Тина. Так, где у меня вообще камеры висят? У меня висят камеры вот здесь. Это в этой квартире, в которой, блин, у меня теперь больше никто не живет. Очень экономно, кстати, было. Поговорить с Сабиной. Сабина, блин. Сабина, госпожу Файнбайн арестовали. Но я не сообщал о ней в полицию. Не знаешь, кто мог это сделать? Это была я, Фрэн. Ты явно не собирался защищать Ким и меня, и этот дом. Кто-то должен был принять это решение. Все понятно, блин. Мать. Тоже мне. Кукушка. Алло, блин. Алло. Шварц, слушай. Шварц это Мюллер. У меня для вас новое задание. Встретимся в министерстве. Но тайно, поняли? Тайно? Это как? Где? Без вопросов. Будьте в информационном центре между четырьмя и шестью вечера. Ясно, приду. И никому ни слова. Так, в информационном центре отдела три. А мне ж туда нельзя. Мне ж туда нельзя. Как я туда попаду? Так, у меня новые жильцы. Про этого я ничего не знаю. Про этого тоже ничего не знаю. Так, а эти в какой? Подожди, в какой они квартире живут? Во второй, да? Ким, прости, блин. Там арестовали. А, нельзя, да? Понятно. Ну, ладно. Вторая. Давай посмотрим, кто тут. Блин, что-то не успела жмякнуть. Так, а здесь кто живет? А, здесь живет эта женщина с двумя малыми. Точно. Так, здесь у меня кто живет? Здесь живет этот чувак под охраной, который говорит по телефону. Так, здесь у меня живет журналист. Здесь. Непонятно, кто живет. Так, Вольф Хенкер, глянь, ушел. Здесь никто не живет. Квартира 5. Кристиан Зулингер. А, да. Точно, точно. Безработный. Мне, короче, надо повесить камеры. Пойдемте, кстати, посмотрим, сколько... Сколько стоит камера у иностранца. А, тоже 150. Ну ладно. Провально какое-то задание? У меня какое-то задание было провалено. Забытый преступник. Я чуть не поняла. Это связано с этим чуваком? Так, гнилые остатки еды ничего не стоят. Рубашку можно продать. Тараканов, наверное, тоже. Пирог, не знаю. Но оставим пока. Так, пойдемте... Сделаем тогда досье на тех, на кого мы собрали инфу. Так, так. Хенкер. Досье. Звонит, шатается. За 305 баксов. Ханау пишет заметки. И все. На остальных я пока ничего не собрала. Окей. Так, Хенкера я вообще не буду трогать. Как бы, ну его нафиг, если он под защитой министерства. Так, здесь журналист же живет, да? Давайте его разбудим. Господин Шварц, хорошо, что вы пришли. Вы хотели поговорить о Вальтере Булхаузере? Я освободился. О, благодарю. Это ненадолго. И речь скорее о моей квартире. А, шучу. Естественно, речь о Булхаузере. Вы сказали, что кто-то фальсифицировал улики. Откуда вы это знаете? Естественно, я не стану раскрывать свои источники. Меня не интересует, кто подбросил улики, господин Шварц. Меня интересует другое. Кто отдал приказ это сделать? Откуда мне знать? Я всего лишь завхоз. А зарплата у завхоза невысока, так? Я вас щедро вознагражу. И сколько вы готовы заплатить за эту информацию, господин Ханау? Я готов предложить вам компенсацию в размере 500 долларов. Тьфу! 500 долларов! Фу! Засунь себе в кармашек у туда к ручечке своей. Мне стоит сообщить о вас в полицию. Зачем же? Разоблачив кукловодов, я смогу причинить им весомый ущерб. И вызволить невиновного человека из тюрьмы. Возможно, с чистой совестью спать. А, возможно, с чистой совестью спокойно спать по ночам чего-то достоит. Ну, вообще, это опасные игры. Но Булку жалко, а он пирог готовил. Ну, ладно, давайте расскажем. Да, пожалуй, вы правы. Булка заслуживает того, чтобы мир узнал правду. Приказ пришел с самого верха, от Эрнста Мюллера. От этого изверга из министерства? Того самого Эрнста Мюллера? Вот эта новость. Но я не хочу, чтобы в вашей статье всплывало мое имя. Естественно, я защищаю своих информаторов. Благодарю за откровенность. Он мне дал 160 баксов. 500! Ты обещал 500! Я чувствую какой-то... Чувствую некий обман. Надо было сразу соглашаться, да, чтобы мне дали 500? Не ломаться? Вальтер Буллхаузер арестован на границе. Вальтер Буллхаузер, уважаемый сотрудник отдела внутренней безопасности, был арестован вчера на границе. Ему вменяется хранение запрещенных предметов. Вальтер Буллхаузер, когда-то неприметный госслужащий, обвиняется в попытке избежать уголовной ответственности, покинув страну. Пока министерство отказывается дать официальные комментарии, но источники, близкие к правительству, сообщают, что все это недоразумение, которое обязательно скоро прояснится. Вальтер Буллхаузер, ключевой сотрудник отдела внутренней безопасности, столкнулся с серьезными обвинениями и, по-видимому, пытался скрыться, чтобы избежать справедливого наказания. К счастью, наши пограничники оказались на высоте и арестовали беглеца. Что творится в отделе внутренней безопасности? Они потеряли контроль над собственными сотрудниками? Бегут даже чиновники. Величайший союз государства, из которого бегут даже чиновники. Коррумпированный сотрудник отдела внутренней безопасности Вальтер Буллхаузер был арестован при попытке пересечь границу. Это, короче, разные, разные газеты, разные направленности. То есть, то, та, про государственное, это листовка, типа, оппозиционеров. Когда государство начинает перемалывать собственных деятелей, системе приходит конец. Это свидетельствует о неисправности аппарата. Очевидно, что сам служащий был не способен к побегу. Так, вот. Так, ладно. С Мюллером нам надо встретиться, будет обязательно. Но нам придется подождать, значит, с 4 до 18. И я думаю, что мы это сделаем в следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Если хотите поддержать канал, ссылка на Donation Alerts есть под этим роликом. А также в шапке канала. Спасибо. И еще раз всем пока. Найти новых жильцов. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.